18 сентября, в возрасте 67 лет, умерла советская актриса Любовь Майкова. Причина смерти не уточняется. В 1980-е исполнила несколько небольших ролей в кино. Появилась в фильмах «Вам и не снилась», «Забытая мелодия для флейты», «Где находится на филет?». Вечная память. 19 сентября, в возрасте 40 лет, умер российский актер Алексей Янин. 8 лет назад Алексей перенес обширный инсульт и оказался прикован к кровати. Он долго боролся с последствиями острого нарушения кровоснабжения головного мозга. Близкие и родственники ухаживали за ним. Исполнил роли в таких фильмах, как «Клуб», «Опережая выстрел», «Одноклассницы», «С любимыми не расстаются», «Сильнее судьбы», «От праздника к празднику» и многих других. Вечная память. 21 сентября, в возрасте 92 лет, умерла советская актриса Нина Беляева. Ее тело в квартире обнаружил брат актрисы. Последние годы она жила в одиночестве. Известность ей принесли роли в фильме «Свет далекой звезды» и яркое исполнение о поварихе в фильме-сказке «Сказка о царе Салтане». Актриса умерла из-за сердечной недостаточности. Вечная память. 22 сентября, в возрасте 88 лет, умерла советская и российская актриса Клавдия Блохина. Она сыграла в фильмах таких, как «Крылья», «Сверстницы», «Дорогой мой человек», «Достигаевы другие», «Власть тьмы», «Семейные тайны», «Евлампия Романова». Вечная память. 24 сентября, в возрасте 65 лет, умерла российская актриса Ангелина Ноздрина. Причиной смерти названа сердечной недостаточностью. Снялась в сериалах «Держи меня крепче», «Глухарь», «Меч», «Вечная память». 29 сентября, в возрасте 82 лет, умер советский и российский актер Александр Липов. Он сыграл в фильмах «Живет такой парень», «Республика Шкит», «Тихая Одесса», «Африканыч», «Вариант Омега», «Строговы», «Крутой поворот», «Правда лейтенанта Кримова», «Макар следопыт» и многих других. Вечная память. 30 сентября, в возрасте 86 лет, умер советский и российский актер Виталий Коняев, отец актрисы Елены Дробышевой. Его самая известная роль Сергей Вахмитцев в драме 1964 года «Тишина». Также сыграл в фильмах «Песня о кольцове», «Белый флюгер», «Город под липами», «Щит и меч», «День за днем», «Вариант Омега» и многих других. Вечная память. 2 октября, после долгой болезни в 61 год, умер российский актер Сергей Зубенко. Он сыграл в таких сериалах, как «Тихий дон» и «Ненастье», «Вечная память». 9 октября, в возрасте 79 лет, от тяжелой болезни умер советский и украинский актер Михаил Голубович. Он много снимался в кино, сыграл в фильмах «И был вечер, и было утро», «Красная метель», «Кортик», «Как закалялась сталь», «Юркины рассветы», «Бирюк», «Долгий путь в лабиринте», «Тихий дон», «Огни притоны» и многих других. Вечная память. Также 9 октября, умер советский актер Юлиан Павлович. С 1955 года снимался в кино, дебютировав в фильме «Педагогическая поэма». Затем сыграл в лентах «Кровавый рассвет», «Разные судьбы», «Всего дороже», «Новеллы Красного дома», «Первороссияни», «Зеленая карета», «Как режиссер снял фильм «Проводы белых ночей», «Вечная память». И еще один актер умер 9 октября после продолжительной болезни, Евгений Сумин, ему было 82 года. Он исполнил роли в фильмах и сериалах «Филер», «Потерялся слон», «Ворошиловский стрелок», «Шериф», «Черная кошка», «Соната для веры», «Охота жить», «По ту сторону солнца», «Вечная память». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова